Венец 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 Я благодарю тебя, Господи, что ты знаешь, как помочь нам утвердить звание и избрание, как сделать сильным то, что ты определил в веках о каждом из нас, чтобы оно явилось на эту землю и явилось не в ростке только, а явилось в плодовитом дереве, которое может сегодня крону свою распускать, чтобы там могли укрываться многие небесные птицы. Я благодарю тебя, что ты хочешь, чтобы каждый из нас стал этим деревом, чтобы пустыня она превратилась в сад, чтобы степь превратилась в лес. Поэтому я молюсь об этих источниках, которые пробиваются в пустыне. Я молюсь об этих потоках, которые текут в степи во имя Иисуса Христа. Пусть сегодня небеса не удержат эту влагу. Пусть сегодня благодать твоя она будет капать. Я благодарю тебя, Господи, я благодарю тебя, что у нас есть такое право молиться к тому, который является вседержителем. Ты держишь все источники вод в своих руках. Ты держишь на весах своих огонь. И я благодарю тебя, что ты знаешь, как его излить на эту землю, чтобы возгорелось великое пламя твоего пробуждения, чтобы не осталось равнодушных людей и те, которые спали так долго, чтобы колокол разбудил русскую душу. Я прошу тебя об этом во имя Иисуса. Я молюсь к тебе, чтобы дыхание Вседержителя, оно стало действительно потребностью для народа, чтобы люди стали жаждать общения с тобой и побежали на встречу с Богом Всемогущим. Я хочу благословить на этот вечер присутствие Духа Святого, как управляющего данным временем. Наполни нас твоим содержанием. Наполни, Господь, и мои уста, и сердце, и разум твоим руководством Духа Святого. Для меня это весьма важно, Господи, чтобы ничего неразумного, ничего неточного не сказать о Тебе и о той стратегии, которой важно делиться. Поэтому я прошу Тебя, чтобы точность исповедания, точность, ведущая к результату действия, она была сегодня передана народу Твоему, чтобы Твои дети, те, которые сегодня свидетели данного слова, будут, или те, которые будут свидетели по записи, но которые могут принять для себя как Слово власти, Слово жизни, Слово откровения, Слово, которое дает возможность подниматься на Твои высоты. Я благодарю Тебя, Христос. Я благодарю Тебя, что мы носители Твоего огня, представители Твоего царства, Твоей власти. И поэтому Ты положил на нас эти погоны. И я благодарю Тебя, что их никто снять не может, потому что положены они вечным Богом. И дай нам, Господь, сегодня в согласии с Тобой утверждать это звание реальными плодами, реальным ведением от Всевышнего. И я благодарю Тебя, Христос, потому что Ты хочешь сегодня открывать окна небесные. Как это было во дни Ноя, Ты сказал, так будет во дни пришествия Сына Человеческого. Но сегодня я прошу о той воде, которая является Божественным Словом, и которая наполнит эту землю, как дно морское наполнено водой. Ты пообещал, и за Твоим обещанием стоит Твоя святость. Поэтому Ты обязательно исполнишь то, что сказал однажды. И я благословляю сейчас помышления каждого, покоряя в послушании Христу всех присутствующих здесь, чтобы никто не противился Духу Святому и не противился Твоему совету, но чтобы внутренность была распаханной на виной, на которой Ты можешь излить сегодня и дождь, и послать семя нетленное, которое прорастет и даст реальный плод и результат. Благодарю Тебя, Господь, за это время, которое мы можем проводить на этом месте, которое посвящается во славу Иисуса Христа и в распространение Божьего Царства. Поэтому это неприкосновенно для дьявола и его демонов. Это неприкосновенно для его планов. Во имя Иисуса Христа огненная стена будет выстроена вокруг этого знания и вокруг каждого сердца и каждой жизни, чтобы никому не повредила эта военная брань, которую нам надо осуществлять в тех городах и местности, где мы живем. Поэтому во имя Иисуса Христа я призываю Твою защищенность, я призываю Твою зрелость, я призываю Твое единство, чтобы никто в одиночестве не наступал на врага, а имел внутри себя дух свидетельства о том, что возможно выступать, и это выступление будет со стройными рядами. Да будет так, Господь. Благодарю Тебя, что на этом месте я могу Тебя приветствовать вместе с Твоим народом, как Господина, как Царя Царей, как Учителя Совершенного и как Спасителя Мира. Да будет имя Господа Саваофа известно до края земли. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, друзья, мы с вами сегодня. Я, правда, прошлый раз не сказала, но говорила в предыдущий раз, и вчера в эфире специально предупредила для тех, кто, может быть, не хотел бы присутствовать на духовной войне. Но раз в месяц на библейской школе мы отводим занятия для духовной войны. Раз в месяц – это последняя среда месяца. Поэтому сегодня – это как раз тот день. И, безусловно, я понимаю, что раз в месяц, и тем более материал, который практический и важный, и, может быть, останавливаясь на каком-то из пунктов, хочется сразу знать дальше. Но вы знаете, друзья, я хочу сказать, что когда мы можем терпеливо в течение месяца не просто ждать, а применять то, что мы слышали, то происходит некоторая обкатка того знания, которое уже есть. Если оно не пассивное, то, значит, и последующее знание будет полезно. Если пассивное было предыдущее, то последующее тоже мало будет иметь смысла. Поэтому то, что мы сегодня будем говорить, это продолжать начатое уже на двух занятиях предыдущих. У нас это третье занятие по духовной войне, связанное с картографией. Но я сначала хочу прочесть один текст из Ездры. Третья глава, седьмая глава, вернее, Ездры, конец девятого и десятый стих. Благодеющая рука Бога его была над ним, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. То есть священник Ездра, он был отличителен от других священников, как ни странно. Казалось бы, а что вообще должны были делать священники, как не учить закону народ? Как не передавать ведение от Всевышнего? Казалось бы, это основное предназначение священников по отношению людей. По отношению к Богу, это иметь с Ним связь, иметь возможность слышать от Него Слово, а по отношению к человеку, это передавать данное Слово. Но что касается Ездры, вот Бог отметил эту часть в его поведении, что он, как ни странно, отличался от всех священников. Он расположил свое сердце учить народ закону Божьему. Потрясающе, друзья. Священнику надо было стать исключением, чтобы прийти к норме. Но это отметил Бог. И отметил таким образом, что он свою благодеющую руку держал над этим человеком. И в чем это выражалось? Не просто знание каких-то сверхъестественных вещей, духовных законов, а выражалось в том, что сердце царя, оно было расположено к священнику так, что он сокровищницы царские открыл для этого народа. Причем царь не был еврейским, они тогда были в плену. И языческий царь располагается к священнику и ко всему народу, чтобы обеспечить им служение Богу достойно, чтобы эти люди, они имели состояние жизни тоже достойное. И только потому, что священник расположил сердце свое, чтобы учить народ закону Божьему и правде. И причем не просто учить, а чтобы и сам соблюдал и передавал это соблюдение. Я думаю, что основной-то пункт, на котором часто идет спотыкание, это неспособность представлять то учение физическим образом, жизнью, которое человек передает устами. Со многими священниками вот здесь бывают проблемы. Я сейчас не говорю о конфессиях, чтобы никто не подумал, что я сейчас говорю о священниках, говорю только о православных. Конечно же нет. Я сейчас говорю о всех, кто имеет этот сан или имеет эту принадлежность, либо себя таковым считает. Итак, потому что Ездор расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его, а потом учить. Значит, есть две составляющих, весьма важные для самого священника. Расположить сердце. Не делать это по закону. Не делать это по обязанности. Не делать это потому, что у тебя есть необходимость такая, так как ты отвечаешь перед народом за что-то, или потому что Бог тебя поставил в такие условия. Но сердце – это условие Божье для человека, расположенное сердце для того, чтобы изучать. Когда есть расположенное сердце, то потом есть еще одно решение, чтобы изучать и исполнять его. Изучать не для того, чтобы учить других. Вы понимаете, какая часть пропускается подчас в жизни человека. Я изучаю потому, чтобы учить. Один проповедник, один спикер сейчас этого саммита, с которого мы вернулись, говорил свой опыт печальный с одним служителем, который оказался в конце концов в падении. И когда он узнал об этой ситуации, а он по всей вероятности был младше его и по возрасту, и по статусу, и поэтому он имел к нему какое-то отношение, и он звонит ему и говорит, как же ты мог? Ты продолжал учить народ, ты говорил правильные вещи. Почему ты сам так не поступал? А он говорит, а я никогда не пропускал это через сердце. Я получал, и я сразу отдавал. Вот это и есть неправильный принцип. Изучать, чтобы учить. Ничего подобного. Изучать, чтобы исполнять. А потом ты приобретаешь право учить. Если этого нет. Это сейчас я говорю даже на всех уровнях. Не говоря о тех людях, которые стоят здесь на кафедре. Я сейчас говорю о всех, кто сегодня является лидерами в домашних группах и так далее. Причем, друзья, я сейчас не рекомендую по этой шкале, по этой линейке взвешивать всех, кто оказывается перед вами или рядом с вами. А рекомендую взвесить себя. Потому что вот это и есть тот принцип, который является самым основополагающим. Господь, до какой степени я являю то, что говорю? И хочу сразу предупредить, друзья, как ни странно, но это так и случается. Всегда слово, вышедшее из уст, испытывает того, кто это произнес. Это ответственно, это серьезно, это практично. И кто-то скажет, так может молчать? Молчащие лидеры – это не наша цель. Но говорить вовремя и говорить то, что есть в сердце. То, что пережил. Не то, что в разуме услышал, а то, что пережил. То, что стало достоянием. То, что стало важностью для тебя. Вот это начать говорить. Это очень необходимый пункт для того, чтобы быть неуязвимым. Мы сегодня говорим о духовной войне. И это одно из серьезных условий, чтобы состояться и не быть уязвимым. Вы знаете, многие люди говорят, ну как же так? Вы человека вытаскиваете на войну, когда он еще не зрелый. Во-первых, мы никого не вытаскиваем. Начнем с этого. Во-вторых, каждый раз мы людям говорим о серьезности и знания, и подготовленности, и быть в общем коллективе, либо в том теле Христовом, которое позволит человеку не отвалиться незамеченно. Когда мы сегодня выстраиваем структуру групп домашних, то имеется в виду, что такой человек оказывается во внимании. Если с ним что-то произошло, и он открыт в общении, то он начинает об этих вещах говорить в узком кругу, в котором оказался. И это сразу становится предметом молитвы. Не предметом осуждения, а предметом молитвы. По крайней мере, это наше желание, чтобы так было. Если человека начинают осуждать и затаптывать его, то это, конечно, не цель домашних групп, и это аномалия, о которой тоже надо дать знать. Чтобы это не распространилось в церкви, которую сегодня мы предлагаем как место для того, чтобы состояться. Поэтому человек – это первое условие, которое необходимо, чтобы он был в теле Христовом, и в том, чтобы действовал в соответствии с верой, которую имеет. Не надо выходить на Голиафа, если ты еще не сражался с медведем. То есть необходимы определенные стадии. И поэтому здесь никакого бахвальства не пройдет, потому что это духовный мир, и это все очень серьезно. И поэтому начинать надо с той ступени, на которой ты сейчас стоишь. Но не стоять и не поворачивать назад, а двигаться вперед. Вот тогда ты дойдешь и до Голиафа, а потом и до целых войск филистимских. То есть это все будет в перспективе. Но начинается все с сердца, с пониманием того, что мне нужно чистое сердце, мне нужны правильные отношения с Богом, и мне потом уже необходимо принять это все оружие и двигаться по мере Божьего движения в моей жизни. Поэтому, друзья, еще раз предупреждаем, мы никого не вытаскиваем на войну прежде времени, но в то же время вас вооружаем нужным знанием и нужной мерой ответственности. Вот за вас уже эту ответственность никто не может осуществить. Это личная ответственность каждого человека. Помните, когда говорил апостол Павел к церквям? И говорит, многие из вас больны и немало умирают. От чего? От того, что в вечере Господней участвуют, но не рассуждают о теле Господнем. Всего лишь. Приходят, как ритуал, осуществляют причастие. И не рассуждают о теле Господнем. А причина вот этого нерассуждения, небрежного отношения приводит к тому, что люди заболевают и даже умирают. Так что тогда? Какой вывод сделать? Причастие отменить в церкви. Я думаю, что это будет нарушение Божьего предложения. А что необходимо исправить? Личное отношение к этому причастию. Вот это важно понять. Поэтому то же самое о духовной войне. Мы не можем ее отменить. Бог ее предназначил для церкви. Но необходимо изменить отношение к ней. Стать серьезным. Стать человеком вооруженным. И ведением, и опытом, который тоже набирается со временем. И, соответственно, мужеством, которое тоже приобретается не в углу, в тайной комнате только, но и в практических шагах. Хотя тайная комната, если мы говорим о молитве, это как раз тоже то место, когда мы пропитываемся этой книгой, когда мы пропитываемся Божьим общением, а потом уже можем осуществлять и практику. Итак, картография, о чем мы с вами уже начинали говорить. Коротко я сейчас напомню некоторые пункты, которые мы уже прошли, чтобы сегодня нам перейти подробно на шестой пункт. Мы пять с вами прошли. Посмотрите, пожалуйста, у кого есть записи. Шестой был назван, но мы очень мало о нем, если говорили, то практически нет. Итак, первый мы проверяем для тех, кто имел запись, и для тех, кто сегодня уже пришел, чтобы не начинать с шестого. Как минимум я перечислю эти пункты, а уже с шестого мы будем говорить подробно. Название города. Когда мы начинаем молиться о городе, то важно определить название. Причем не только города, а любой местности. Это может быть даже часть города, если мы говорим о районе. Это может быть площадь, это может быть место жительства вне города, если это деревня или поселок или еще что-то. То есть в любом случае название является точкой отчета, о чем мы начинаем молиться. Потому что в названии бывает скрыта как раз та основа, на которую опирается нечистый мир, для того, чтобы распространить зло или утвердить то, что уже туда посеяно. Поэтому разобраться с названием. Если название нас не устраивает, его в духовном мире надо заменить. То есть назвать. Либо вернуть старое, если оно было приличным, либо заменить на то, что нам хочется видеть в будущем. Второе – это история. История, которая, естественно, связана с той местностью, где мы живем, или опять же район, город и так далее. То есть история, которую мы можем, слава богу, особенно в нашем городе, узнать. Есть путеводители специальные, есть архивы, кто к ним имеет доступ. Есть музеи, куда мы тоже можем ходить и повышать свой культурный уровень в том числе. Но это еще ценнее, когда мы идем с прицелом, когда мы идем, чтобы посмотреть, что же там есть, что же происходит. Вы знаете, первый музей, который был в Петербурге – это концкамера. То есть, казалось бы, вы представляете, первый музей из уродцев. Даже если в это уже вникнуть, то мы можем понять, что вот в основу тогда Российской империи было положено то, что стали увековечивать. С одной стороны, это как-то парадоксально звучит, но с другой стороны, это реальная история, к ней надо как-то отнестись. И поэтому нам сегодня важно не просто поверхностно смотреть на наш город, который есть исторический центр страны. Но раз исторический центр, значит, в нем очень много сокрыто того, что является подводными камнями. И в них можно разобраться. Особенно, когда мы говорим о водительстве Духа Святого, чтобы Господь нам подсказывал, указывал на какие-то нюансы, моменты. И тем самым мы можем обнаруживать реальные те зацепки, которые сегодня имеет нечистый мир для того, чтобы здесь или имел раньше, или, может быть, еще имеет, чтобы распространять свои планы в действии. Я не буду напоминать о сфинксах, о которых мы уже говорили не один раз, которые сегодня имеют еще или имели вес и сегодня еще стоят. Следующее, о чем важно помнить, это воздух над городом, потому что духи злоба Поднебесной находятся в воздухе. И, соответственно, когда мы имеем сегодня экологические проблемы в воздухе, они тоже напрямую связаны и с демонической природой. Почему? Потому что сквернословие никуда не исчезает. Оно находится в атмосфере, в воздухе. И следующий, кстати, пункт, это который является атмосферой, то есть это уже слои, есть воздух рядом с нами, атмосфера выше нас. То есть все, что нас окружает воздушная среда, она пронизана определенным содержанием и чувств, и слов. И это никуда не исчезает. На сегодняшний день уже научным образом, наукой доказано, что мысль, она тоже является субстанцией. То есть это тоже энергетический импульс, который подается в атмосферу. Значит, не только слово и не только чувство, а уже и мысль она дает в атмосфере либо плюс, либо минус. Я думаю, что каждый из вас может вспомнить такие моменты в жизни, когда никто ничего не говорит. Допустим, произошел какой-то конфликт на той же работе. Вы приходите и напряженная, говорят, атмосфера. А что это такое? Там ток кто-то подключил. Что за напряженная атмосфера? Только заходит человек и моментально ощущает, что что-то такое не то. Это эмоции, которые тут молнии мечут. Вот, все молчат. Атмосфера заряжается. Молнии вылетают. А уж если начинают говорить, то там приходит все еще к большему накалу. Так вот, друзья, атмосфера и воздух – это то, где обитает нечистый мир, который может получать подкрепление, исходящее из наших чувств, из наших слов, из наших мыслей. Вот насколько серьезно наблюдать за собой. И кто хочет жить в прекрасной атмосфере в своей собственной семье, то с чем вы туда приходите? Что вы туда приносите? Если любовь и радость, то значит и любой входящий скажет, как у вас хорошо, не хочется уходить. А если что-то другое, то человек пришел, заглянул и скажет, ты знаешь, мне срочно уходить надо. Его уже тут ничто не держит, потому что он чувствует тоже, особенно если это чуткий по сердцу человек, он быстренько оттуда уйдет. Итак, атмосфера, воздух – это то, что является нашей ответственностью. Высоты – это горы и холмы, высокие места города, опять же местности, на которых выстраиваются определенные, если так можно выразиться, как, знаете, взять высоту, когда идет речь о военных действиях. То есть туда поднимались те, которые побеждали на какое-то время врага. И у врага задача сбить оттуда всех, уже теперь его врагов, чтобы занять высоту. Высота – это стратегическая точка местности. То есть их может быть не одна, если это большой мегаполис, как у нас. То есть стратегические точки, что стоит на высотах, этим самым мы можем обнаружить правящий дух в городе. Что стоит на высотах города. Об этом я говорила в прошлый раз, поэтому сейчас я об этом говорить буду меньше. Единственное, что прочту из «Старозакония» с 12 главы, с 1 по 3 стих, которые касаются уже перечисленных или еще перечисленных стратегических мест. 12 глава второзакония с 1 по 3 стих. «Вот постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которые Господь Бог Отцов Твоих дает себе во владение, во все дни, которые вы будете жить на той земле. Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всякими ветвистым деревом. И разрушите жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте из туканов богов их, и истребите имя их от места того». Вот идет речь как раз о серьезности вопроса высот. Если кто-то может скажет, но это Ветхий Завет, это о том идет речь. Но мы сейчас уже прочли во все дни жизни. Бог, который не меняется по своей сути, и Он сказал, что есть духовная стратегия. Если Он когда-то о ней дал знать, то, как вы помните, чем дьявол искушал Христа? Словом Божьим, правда? Он брал из Слова Божьего. Значит, Он прекрасно знает второзаконие 12 главу. Он даже знает, где это написано. Вы могли до сих пор этого не знать? Сейчас я прочла и указала, что это Божье указание для нас. А Он уже знал это вперед вас. Поэтому высотами Он занимался, прежде чем ты родился на эту землю, в этом городе. Он уже высоты тут выстраивал для себя. И мы сегодня это увидим. Каким образом Он это делал? Поэтому выстроенные высоты – это есть Его задача. жертвенники, высоты. Почему? Потому что ему нужна атмосфера. Ему нужно подкрепление, питание. И когда Он это получает как питание, то Он расширяется в своих пределах. Поэтому необходимо нам эти высоты разрушать. Естественный вопрос. Да что ж мы сейчас с кувалдами отправимся куда-то там на высоты, и будем разбираться, что там находится, или будем бронетехнику туда вызывать? Вот в этом и есть разница Ветхого и Нового Завета. В Новом Завете у нас есть духовные методы. И о них важно знать, друзья. Духовные методы – это чуть-чуть попозже я о них скажу, но это совершенно не физическое воздействие в первую очередь. То, что уже будет как физическое воздействие, это уже будет без наших содействий рук. Это будет произведено государством, там еще каким-то образом, само ли оно рассыпется и развалится, если это будет необходимо. Но, по крайней мере, мы сделаем в духовном мире то, что от нас зависит, провозгласим, уничтожим, разрушим, скажем, что мы здесь не позволяем этому быть, а потом будем насаждать уже Божью часть, и таким образом будет действовать уже дальше Бог. Как пример, для тех, кто знает, когда возникла ситуация со сфинксами, узнали об их таком тяжелом влиянии или воздействии на город, то, естественно, памятники пятитысячелетней давности, кто будет их уничтожать или каким-то образом там заниматься вандализмом. Это все не наша задача, и мы этим не занимались, никого на это не приглашаем. Но что мы сделали? Мы сняли посвящение, которое на них было. Господь сказал, как это сделать. Мы это сделали. Сняли посвящение. Почему? Потому что Наполеон, который продал этих сфинксов, он их имел возможность продать с целью. И что он и сделал? Для того, чтобы те, которые все-таки победили Наполеона и лишили его мечты стать мировым правителем, он очень был зол на Россию. И поэтому хотел, чтобы Россия изнутри была разрушена. Поэтому он знал определенные технические моменты, как это делать. И поэтому, взяв сфинксы после своей победы над Египтом, забрав их оттуда, он знал, что они посвящены, около них работали настоящие живые жрецы. И поэтому, когда он их продавал по дешевой цене в Россию, то он имел в виду, что он минус замедленного действия внесет в самую столицу России. А все остальное будет сделано. И все остальное стало сделано быть именно в этом городе. Революция, блокада, потом эта нечисть распространилась по всей стране, по земле и так далее. Как все, казалось бы, мистика какая-то. На самом деле Господь предупреждал, вот что такое идолы внутри твоей страны. Вот что такое посвященные действия, фигуры, источники внутри твоего города. И поэтому, когда разрушили мы то, что являлось посвящением, вот тех жрецов, которые поработали над ними, то потом мы больше ничего не делали. Мы подошли, посмотрели и сказали то, что надо было сказать около них. Но спустя некоторое время, это как раз к 300-летию, их стали реставрировать. И когда стали каким-то образом их проверять уже на внутреннее содержание, то сделали такой вывод реставраторы, что сфинксы имеют внутри себя механизм, который сдерживал их 5000 лет на то, чтобы они не рассыпались. Но этот механизм стал работать на разрушение изнутри. Почему это произошло, они говорят, мы не знаем. Но мы ничего изменить теперь не можем. Они сколько простоят, столько простоят. Но уже они теперь обречены. Это я говорю как факт того, что было, и что, в общем-то, заключение это звучало по телевидению. Это не где-то там в колуарах я это слышала. Поэтому это действие нашего Бога, который знает, что хочет сделать. Наша задача духовно действовать, а уже его задача физически это явить. Итак, друзья, что касается высот, и сегодня мы переходим теперь к входам и въездам в город. Это уже шестое. Пятое высоты. Третье воздух. Четвертая атмосфера. Четвертая атмосфера. Пятое высоты. Шестое входы и въезды. У кого что не совпало? Атмосферу пропустили? Атмосфера это больше, чем воздух. Это то, что окружает нас и выше. Духи злобы поднебесной. А плюс к тому, это еще и когда есть на городе какая-то атмосфера, допустим, празднеств, лени или там воровства и так далее. То есть есть какой-то такой дух на городе. Все говорят, вот в этом городе воровство просто процветает. Вот это как раз и говорит об атмосфере, которая пронизана вот этим духом. По сути, это территориальный дух, который вот эту атмосферу пронизывает. Поэтому мы, в общем-то, подразделяем воздух и атмосферу как нечто более глобальное. Что касается теперь входов и въездов в город. Что важно знать, друзья? Что город захватывается с ворот. Помните, что сказал Христос? «Я создам церковь, и врата ада ее не одолеют». Идет речь о вратах. И вопрос церковь в нашем понимании и в том понимании, которое говорил Христос, есть разница. Поэтому, прежде чем будем говорить о воротах, я хочу сказать о назначении самой церкви и о самой сути церкви. Церковь – это греческое слово, которое имело свою принадлежность или такое понятие, как церковь, до того, как Христос пришел на эту землю. В греческом словаре это слово обозначало собрание народа. Я сейчас вам прочту некоторую историческую справку об этом. Оно использовалось для описания собрания греческих граждан в свободных провинциях, которые сходились с целью принятия политических решений в отношении своих городов. То есть, это не просто собрание народов, допустим, праздники какие-то, а это люди, которые собирались и причем к воротам города, чтобы принять политическое решение. Будет война или не будет. Как экономически будет двигаться город. Какие пошельны будут в городе. То есть, по сути дела, если мы сейчас говорим о думе, то это церковь в понимании греческом. То есть, по назначению, которое лежало на церкви. А теперь, давайте мы вспомним, что было в начале записано в Конституцию еще в советский период и до сих пор оно кочует из Конституции в Конституцию. Церковь отделена от государства. Если мы понимаем суть этого слова, церковь – это здравомыслящие люди, которые принимают политические решения и это отделили от государства, то кто теперь сядет у нас в политике? Отделили и не меняют эту строчку в Конституции. Потому что есть некий обман в узком понимании этого смысла слова. что церковь – это что-то такое в виде храма, в виде монахов, в виде какого-то убогого образа жизни, а это Христос не имел в виду. Он имел в виду, что церковь – это стратегическая единица, представляющая его взгляд на мир, представляющая его позицию власти. и люди, которые сказали, нам не нужен Бог, нам не нужны его принципы, то оказались без смысла и мудрости в управлении страной. И поэтому сегодня кризисы, которые пришли, они совершенно не случайны, они естественны. Потому что, и, кстати сказать, эта страна еще не исчезла только потому, что есть в ней молящиеся. Есть люди, которые, как церковь, понимают свою ответственность и просят и милости для этого народа, и Божьей мудрости. Еще касательно, чтобы это было слово также подтверждено, в 8 главе мы в прошлый раз прочитывали несколько стихов из нее из книги «Притч», что не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой. Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в дверь. То есть, мудрецы, они садились у ворот города и они говорили правильные вещи. Они утверждали, что враг в наш город не войдет. Это были стратеги. Это были люди, которые мудростью свои ворота укрепляли. И если мы пропустим часть и увидим дальше, как говорит мудрость о себе. У меня советы правда, я разум, у меня сила, мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Соответственно, если такую мудрость прогнали и сказали, церковь отделена от государства, то нечем править и нечем законы творить. Поэтому мордобитие, литие воды друг на друга и прочее становится вот это шоу страшное в самой верхушке власти. Не говоря о коррупции и о личных кормушках, которые себе пытаются выстроить. И это все не случайно, друзья. Поэтому, говоря сегодня о воротах, я хочу сказать и о тех конкретных точках, которые есть у нас в городе, которые называются воротами. До какой степени это нам было известно или вам было известно? Вопрос ворот. Что такое ворота в вашем понимании? Вход и въезд. Что мы можем назвать в Петербурге входом и въездом? Вокзалы, аэропорт и морские порты. И что можно, вспоминая историю, сказать, самый первый вокзал какой у нас был? Московский. А как он назывался раньше? Николаевский. А площадь, которая сегодня восстание, как она называлась раньше? Знаменская. Знаменская. Посмотрите, а вот сейчас мы вот уже теперь вникнем с учетом того, что я сказала чуть выше. Если это ворота, они тогда были единственные, и это назывались основные ворота в город. Основные ворота. И у них имя царя было в названии, а площадь Знаменская, то есть знамя поднять, знамя победы. И там была церковь, утверждающая вот это правление мудрости. Если мы говорим о принадлежности, не религии, которая потом привела к тому, что страна легко стала безбожной, а я сейчас говорю об отношениях с Богом, что поначалу было положено в исток веры. Это вера в живого Бога. И поэтому Знаменская церковь была на Знаменской площади у въезда в город, в воротах, основных воротах города. И когда произошел переворот, что мы имеем сегодня? Площадь Восстания. Видите, мы говорили о значении имени. Поменяли название, поставили площадь Восстания. Что сделали с церковью на площади Восстания? Уничтожили. Что сделали с церковью там, где стоит сейчас БКЗ? Тоже уничтожили. То есть вот это те стратегические вещи, что это въезд в город и его надо занять совершенно другими символами. А что мы имеем сегодня на площади Восстания? Не просто Стелла, а это штык специальный, который сделан к 40-летию войны, победы над Германией. То есть это значит у нас 85-й год, когда его поставили. Это как раз накануне всех этих событий, когда мы прикатились к бандитскому Петербургу в 90-е годы. То есть вот это и есть взять высоты. То есть поставили соответствующий памятник. Причем сейчас сегодня Наталья Николаевна мне продиктовала, она вычитала из одного путеводителя. Обелиск к 40-летию победы граненый штык со звездой городу-герою Ленинграду. То есть идет речь о том, что здесь хотят продолжать узаконить имя Ленина. Мы можем смотреть это как просто на архитектурное сооружение. На самом деле это не так. Это у начала города и у начала основного проспекта в Петербурге. Вот это стелла, граненная как штык. звезда это символ масонства. Мы говорим, что это символ коммунизма, на самом деле взята вся символика и вы помните, да, у масонов какие орудия труда. Поэтому серп и молот это тоже масонская символика и звезда в том числе. Поэтому все то, что мы сегодня имеем в центре города, продолжает стоять и продолжает там, скажем, давать определенное духовное влияние в атмосферу. Исходя из сказанного, я хочу прочесть некоторые еще места, чтобы оно было нам более понятно, как Бог говорит о воротах. Еще раз 106-й Псалом посмотрим. 106-й Псалом с 13-го стиха. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их. Да славят Господа за милость его, и за чудные дела его для сынов человеческих, ибо Он сокрушил врата медные, и вереи железные сломил, безрассудные страдали за беззаконные пути свои, и за неправды свои. То есть люди даже не понимали, что их ворота сегодня, они затворены нечистым миром, и попробуй выберись из этой тюрьмы, когда ворота закрыты, и люди пока не придет свет ведения, сами не разберутся в этом, где же искать ответ, идут в правительство пишут, куда-то там газеты ищут защиты, может быть еще каких-то правозащитников находят, а ничего не меняется, потому что надо, чтобы здесь указан определенный механизм, воззвали к Господу в скорби своей, то есть до этого они искали у людей помощи, не нашли, воззвали к Господу, и он с чего начинает, ворота ломает, запоры сокрушает, потому что там были наложены свои печати, как это было и у нас, и потому он говорит, безрассудные страдали за беззаконные пути свои, когда человек в беззаконие впадает, у него отключается способность получать информацию от Бога, а значит он впадет безрассудства, то есть он совершенно не будет знать, что ему делать в этой ситуации, он будет искать варианты, а найти их не сможет. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти, но воззвали к Господу в скорби своей, и он спас их от бедствия их, послал слово свое, и исцелил их, и избавил их от могилы их, да славит Господа за милость его, и за чудные дела его для сынов человеческих. Кто-то читал, может быть, это место и думает, ну при чем тут слово? А я сейчас вот вам говорю словом, что надо делать, чтобы снять запоры с дверей. И те, которые у нас живут в центральном районе, те, которые там могут проходить, или живете, или проезжаете, многие через центр проходят, я просто рекомендательно прошу вас и убедительно хочу просить, чтобы у вас уже были заготовлены определенные места Писания, которые я сейчас вам дам, которые вы будете там, как проходите, так провозглашайте. Какие ворота мы хотим видеть в нашем городе, чтобы каждый раз вы не просто пассивно продвигались и думали, ну что же с этим обелиском делать, а просто утверждайте, что это ворота, сейчас я вам несколько мест дам и местами прям и пророчески скажу, начиная со 147 Псалма. Здесь можно говорить от своего имени, ибо он укрепляет вереи ворот твоих, а мы можем говорить Господь укрепляет вереи ворот наших, благословляет сынов твоих среди тебя, благословляет детей моих со мной, то есть вы можете работать со священным писанием с учетом вашей принадлежности, к этому Слову и к Богу, утверждает в пределах моих мир, туком пшеница насыщает меня, то есть это то, что мы говорим уже, когда ворота они взяты, посылает Слово свое на землю, быстро течет Слово его, то есть всегда будет откровение вовремя, Господь будет давать нам слово, которое будет нас укреплять и будет давать нам ясный смысл, дает снег как волну, сыплет иней как пепел, бросает град свои кусками перед морозом его кто устоит, то есть идет речь уже о божьих судах над теми памятниками, которые не несут с собой благословения, Господь у тебя есть тот град, которым ты разрушишь эти противостояния, которыми ты уничтожишь это изваяние, мы не согласны с масонскими знаками, мы не согласны, чтобы штык здесь возносился и чтобы еще имя Ленина здесь каким-то образом увековечивалось, мы с этим не согласны, у тебя есть град, у тебя есть молнии, у тебя есть свои пути, и мы их сюда приглашаем, вот это есть молитва власти сознанием Божьего слова, имейте ввиду, друзья, мы имеем на это право, мы жители данного города, и мы можем здесь устанавливать ту атмосферу, которая нам нужна, и особенно это начинается с ворот, город берется с ворот, пошлет слово свое и все растает, Богу надо только сказать, от обелиска не останется следа, мы его трогать не будем, а Господь прикоснется, подует ветром своим и потекут воды, он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю, не сделал он того никакому другому народу и судов его они не знают, то есть поблагодарить Бога за откровение, которое он дает, Господь, ты даешь нам знать как действовать, потому что он никому иному это не дал кроме церкви, а церкви своей он дает откровение, и он говорит, вот я слово свое вам даю, для чего, чтобы вы утвердили мир в пределах вашего города, разрушив всякое противостояние и всякое противодействие, еще 61 глава Исайя, вернее, 60-е, 62-е, сначала 60-е посмотрим, 18-й стих, не слышно будет более насилия в земле твоей, тоже мы произносим это 60-я глава, 18-й стих, в моей земле не будет слышно больше насилия, то есть мы можем это произносить, чтобы кровь студентов, иностранцев не проливалась, чтобы молодые люди не погибали во внутренних драках, чтобы не было этих скинхедов, которые распоясываются, а мы утверждаем, не слышно будет более насилия в земле моей, опустошение и разорение в пределах моих, и будешь называть стены твои спасением и ворота твои славою. Вот что, друзья, мы можем говорить, когда мы подходим к воротам, мы всегда подходим к вокзалам, и нам как-то не совсем уютно, правда сейчас вокзалы получше стали, чем прежде, но все равно там всегда какое-то состояние дискомфорта, потому что там много воровства процветало и прочее, но нам необходимо положить этому конец, и поэтому мы говорим, дух воровства больше там не будет иметь места, а ворота мы называем ворота славы. Это то, что Господь предлагает делать, и Он здесь говорит о том, что больше так не будешь говорить, а стены твои назовешь спасением и ворота твои славою. И 62 глава, 10 стих. Проходите, проходите в ворота. То есть это можно как обращение говорить ко всем, кто въезжает в наш город. Приезжают и им давать определенное задание в духовном мире. Проходите, проходите в ворота. Приготовляйте путь народу. То есть не приходите сюда ни с каким злом, не приезжайте сюда ни с каким злым намерением. У нас есть для вас предложение. Как вы помните, что была пошлина у въезжающих сюда в Петербург, чтобы каждый приезжал с камнями. А у нас есть другое задание для приезжающих. Равняйте, равняйте дорогой, убирайте камни. Поднимите знамя для народов. То есть вот опять мы говорим об основных воротах города и это Знаменская площадь. Поднять знамя для народов. Что у нас в стране есть возможность произвести перемену в данном вопросе. Псалом 23. Безусловно, друзья, это не значит, что те тексты, которые я вам сейчас перечислила, надо встать и все проговорить около ворот. Идет речь о том, что какой-то у вас будет наиболее любимый, что-то вы наизусть будете знать, что-то вы можете произнести, когда вы имеете место и побольше, время вернее, а что-то, когда вы с кем-то проходите, каждый что-то скажет. То есть я просто даю вам арсенал мест, а вы уже там применяйте то, что вам будет более близко. 23. Псалом, по сути, он, в общем-то, весь в данном смысле интересен. Господня земля, и что наполняет ее, вселенная, всеживущая в ней, ибо он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Здесь касается и вод, о водах мы поговорим чуть позже, но и этот псалом касается также вод. То есть, когда мы можем говорить, Господь ты на морях и на реках утвердил. Почему? Потому что вода основа информации. То есть вода несет информацию дальше. Поэтому основана земля на информации. Бог сказал и стало так. Сегодня мы говорим слово и оно по водам может работать. Кто взойдет на гору Господню или кто станет на святом месте его? То есть идет речь о том, что есть вершины, которые нам надо покорить. Кто же туда может взойти? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто. Кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Идет речь о значимости в духовном мире, когда ты известен как победитель в личных искушениях, когда ты известен как победитель в своем посвящении. Ты посвятил себя однажды Богу и ты в этом ключе движешься. Я вновь, друзья, говорю, посвящение – это не знак равенства монастырь. Посвящение – это целеустремленность твоей жизни. То есть, ради чего ты живешь? Почему ты хочешь этого достичь в своей жизни? На что ты готов положить свою жизнь, которая будет равнозначна твоей цели и твоему результату? То есть, это будет цена. Вся твоя жизнь полагается на какую-то цель. Если ты соглашаешься на что-то отдать свою жизнь, то с полдороги не возвращайся. Потому что нет тогда шансов чего-то доброе тебе достичь. Или просто не останавливайся, а иди до конца. Вот здесь и идет речь посвященность, которая позволит тебе взвешивать, мне это надо или нет. Если я сейчас уже как бегун на Олимпиаду пришел, приехал, может быть, с другого континента человек, который тренировался четыре года, чтобы оказаться в олимпийском составе, наконец попал. И вот тут он бежит по дистанции, и вдруг кто-нибудь ему позвонил. Телефон в кармане оказался. И что в результате? Он останавливается, чтобы переговорить, ему там говорят о каких-то, может быть, тоже серьезных вещах. И он сходит с дистанции. Насколько это будет разумно? Скажет, какой неразумный спортсмен? Да он скажет, да мне с дома позвонили, мне важно там узнать, как у меня жена себя чувствует. Скажет, что ж ты делал-то? Четыре года зачем? И это то же самое, друзья. Наша жизнь это действительно марафон с определенной целью. Если мы по нему бежим, мы можем услышать много отвлекающих моментов по дороге, много искушений, которые может себя сейчас в сторону отвести. Может быть, он уже действительно на этой дистанции пить очень хочет, но если он остановится, он потеряет драгоценные секунды. Поэтому он даже этим готов жертвовать до того момента, пока он не добежит до цели. Поэтому есть определенная цена, которую надо класть для достижения цели. И если человек сворачивает с пути, то здесь, в общем-то, это его выбор, конечно, никто его тут назад тащить не будет, но, как вы понимаете, сегодня больше тех, которые свернули с дистанции, чем тех, которые бегут дальше. Поэтому есть вопрос, кто взойдет на гору Господню, и есть ответ. Поэтому есть для нас право себя взвешивать. Если вы себя не обнаружили в числе тех, кто готов заходить на эту гору, то вы вправе сказать, Господь, приготовь меня. Я не хочу быть у подножия, я хочу подняться на гору. Поэтому, если ты сказал, что сюда надо войти с неповинными руками, укажи мне, где мои руки нечисты и как мне можно их сделать чистыми. Если здесь еще есть какие-то требования, я хочу посмотреть, в какую степень я сегодня могу изменяться. То есть, это конкретно вот данные стихи, позволяющие нам сделать или начать диалог с Богом и, соответственно, практические шаги осуществить. Тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих его, ищущих лица твоего, Божия Иакова. Хочу вас этим самым обрадовать. Таковы не единицы святых, а таков род. То есть, таких много, кто может оказаться в этом числе. Поэтому, не думайте, что это удел избранных. Это действительно род ищущих. Поэтому встань в это число ищущих Господа, идущих за Ним прямым путем и не сворачивающим, не останавливающимся, а идти до конца. Поднимите врата вверхи ваши. И вот теперь уже о воротах. Поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Это то, что тоже важно и можно говорить у ворот, когда мы стоим. Поднимитесь двери вечные. Поднимитесь врата вверхи. То есть, приходит Господь по этой дороге. Он приходит сюда как царь. Он приходит, чтобы восстановить здесь то, что было разрушено за годы. Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный. Господь сильный в брани. Поднимите врата вверхи ваши, поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил. Он царь славы. То есть, он еще приходит с силой. Он не приходит в праздничной колеснице, чтобы просто проехать. А он приходит, чтобы здесь окончательно навести свой порядок. Поэтому он говорит, вы только поднимите врата, то есть, приготовьте мне путь, вы уберите всякое зло, которое у ворот сделано. И надо сказать, когда колдуны хотят овладеть народом, если они сюда приходят, либо они тут начали заниматься своим колдовским началом, первое, что они делают, они идут к воротам города. Если вам это неизвестно, вы можете спросить колдунов. Они производят там специальные ритуалы. Таким образом, если даже посмотреть, вы знаете, у нас, я как-то на ночной объезжала кабинеты вот этих, которые у нас по бесплатным этим газетам предлагают свои услуги всякие шарлатаны и прочие колдуны и ворожеи. В основном все их адреса в центре города. По крайней мере, большинство. Конечно, они и по другим районам, но в центре их очень много. По крайней мере, то, что мы на Гороховой и по Литейному. И, кстати, слава Богу, саентология с Литейного съехала. Это тоже то, чего, в общем-то, мы конкретно утверждали, что мы с этим не согласны, сейчас там их офиса нет. Поэтому, вот это то, что, опять же, у ворот тут и крутится. Почему? Потому что у ворот производились определенные манипуляции. Никто этого не видел, никто это не знал, когда они это делали, но они знали, что это будет известно в духовном мире. И таким образом они покорят жителей города. Таким образом к ним подтянутся клиенты. Вот так действует духовный мир, друзья. Если это знает дьявол и подсказывает это своим слугам, то неужели нам Господь не даст знать, что делать? Только вопрос в том, что надо теперь это делать. И каждый, кто услышал, вы теперь уже ответственны в этом знании. Не проходите просто так мимо вокзалов, особенно московского. И утверждайте, что площадь, она знаменская. И знамя победы Господа над этим городом. И все то, что там навешано сегодня, мы это не принимаем. Никакие эти звезды, никакие эти штыки гранитные. И это есть то, что мы объявляем высота взята и, соответственно, город посвящается Богу. 86-й Псалом, 2-й стих. Основание его на горах святых. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Славное возвещается о тебе град Божий. Посмотрите, когда мы говорим о воротах и тут же сразу о городе. То есть, когда ты у воротах, стоишь, ты можешь все, что хочешь сказать в адрес города, говорить, потому что мы видим это. Просто не обращали раньше внимания, но в Псалмах и в Пророках это всегда идет рядом. И даже тогда, когда мы читаем благословение Аврааму, которое Бог говорит, Он говорит, овладеешь городами врагов твоих, а в подлинке идет речь вратами городов. То есть, опять же, ты овладеешь, только ворота возьмешь, все остальное будет покорено. Нужно понять стратегическое место назначения самих ворот. 99-й Псалом, 4-й текст. Входите во врата его со словословием, во дворе его с хвалою. Славьте его, благословляйте имя его. Вот если у вас нет под рукой Библии, если нет у вас под рукой текста, писания, который вы могли бы вот просто сейчас или в памяти, то, по крайней мере, то, что вы точно можете делать, начать славить Бога, когда вы у вокзала. Входите во врата его со словословием, во дворе его с хвалой. То есть всегда есть за что поблагодарить Бога. По крайней мере, за его суть. Он Бог, который не умер. Он Бог живой. Он Бог любящий. Он Бог спасающий. Хоть раз он тебе в жизни отвечал на твою молитву. Поэтому ты всяко можешь у ворот его за это поблагодарить. То есть это особенное место, которое пусть тебя побуждает начать благодарить Бога и славить его. Потому что таким образом ворота или это место вхождения, оно наполняется как атмосфера, как тот воздух наполняется Божьим присутствием. Ну и, соответственно, необходимо сами колдовские все начала разрушать. Но здесь я уже, так скажем, рекомендую делать это тому, кто когда-либо, может быть, находился рядом с теми, кто это делал, либо знает, как нужно разрушать. Поэтому благословлять можете все без боязни. Это делайте все, независимо от вашего возраста духовного, благословлять, произносить доброе слово, возвышать этот город, благословлять Господа. А вот с разрушением твердынь дьявольских, вот того колдовства, которое там сделано, здесь необходима, безусловно, определенная либо практика, либо как минимум точное знание, что вы делаете. Об этом хотя мы тоже поговорим, но все-таки я рекомендую это делать в паре тогда с кем-то. 117-й Псалом, 19-й и 20-й стихи. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа, праведные войдут в них. Славлю тебя, что ты услышал меня и садился моим спасением. То есть, опять же, мы видим, что врата Господа, которые надо отворить, отворить ему врата, врата правды. А что такое правда и праведное положение перед Богом? Это когда то, что он заповедал как действие, оно осуществлено правильно. Если мы знаем, что там наложена эта плесень, колдовства, наложена всякая мразь, которая сегодня распространяется над этим городом, то правду или в правильное положение ворота надо привести пред Богом. И вот это и есть. Отворите мне врата правды. То есть, сделайте правильное действие по отношению этого города, который у меня, в который я вас переселил. 84-й Псалом здесь не совсем о воротах, но все-таки, на мой взгляд, важное место с 8-го стиха. 84-й Псалом с 8-го стиха. «Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даруй нам. Послушай, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу Своему и избранным Своим, но да не впадут они снова в безрассудство, так близко к боящимся Его спасения, Его, чтобы обитала слава в земле нашей». Посмотрите, спасение и слава, они соединены вместе. Чтобы обитала слава в земле нашей и спасение пришло, начинается с того, чтобы люди могли принять милость и не впать опять в безрассудство. Милость и истина встретятся, правда и мир облабызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. То есть, для того, чтобы истина осуществилась, человеку надо ее понять. И она тогда от земли начинает подниматься. То есть, без Бога мы ее понять не можем. Но когда Он приходит, Он дает нам время на осмысление, дает нам время на адаптацию. И вот тогда, когда мы обдумываем это семя, обдумываем эту информацию, то Он говорит, истина возникнет из земли и правда приникнет с небес. То есть, она начинает опускаться на землю, это Божья правда, Божий суд над делами нечестия, Божья власть, которая приходит, но только тогда, когда истина возникнет из земли. То есть, человек на земле, он является критерием Божьего действия для освобождения территории. И как результат, и Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Господь даст благо, и земля даст плод свой. То есть, без блага земля не может дать плод. И еще одно место, 121-й Псалом. 121-й Псалом, второй стих. Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. Иерусалим устроенный, как город, слитый в одно. То есть, дальше есть текст благословения Иерусалима. То же самое мы можем говорить о Петербурге. Вот наши ноги встали в твоих воротах, и мы благословляем тебя, город, целостностью. Мы благословляем тебя единством. И в семьях, и на работе, и в церкви, и в политике, во всех сферах жизни. Имейте в виду, друзья, мы ответственны, когда говорим, что церковь, это не горстка людей, которая собирается где-то по каким-то дням или часам. А это люди, которые ответственны за решения, принимающиеся и в городе, и в стране. То есть, я понимаю, что мы сегодня еще пока не в думе, но мы сегодня можем уже не принимать решений, которые там есть, если они идут негативно, негативно настроены на нас. Мы этот протест выражаем в духовном мире. Говорим, мы не согласны с такими проектами законов. Мы не согласны с такими поправками к закону. И когда мы это выражаем в духовном смысле, тогда мы влияем на принятие решения в думе. Если мы молчим и просто между собой недовольство выражаем в адрес правительства, это ничего хорошего не изменит, а к минусу это приводит. Потому что мы постоянно, получается, посылаем негативный заряд в адрес политиков, которые и так уже отделены от мудрости. И лишить их последнего смысла это лишить себя доброй жизни. Поэтому благословлять город миром, единством и целостностью. что касается еще ворот. Каждый вход в ворота должен быть покрыт кровью Агнца. Вот это наша сила, друзья, когда мы покрываем кровью Агнца вход. Помните, когда народ израильский выходил из Египта? Они помазывали косяки своих домов кровью Агнца. И это было знаком для ангела-губителя, что он проходил мимо этих домов евреев и не заходил туда погубить первенцев. Поэтому для нас это тоже важно. Когда мы входим в ворота своего города, мы говорим Господь, вот сюда призываю кровь Христа, кровь Агнца. Будет на этих воротах. Прилетаете ли вы на самолете, приплываете на корабле, либо просто оказываетесь на этом месте, где есть ворота? Утверждайте, это место покрывается кровью Агнца, чтобы сюда ангел-губитель не зашел. Да, у нас много еще есть неправильных действий у жителей города и беззаконных действий, но чтобы губитель сюда не пришел, мы просим Господь, чтобы кровь Агнца была на воротах города. И что тоже, на мой взгляд, важно сделать, это пригласить ангела к воротам города. Какого ангела и что имеется в виду, это есть вторая книга Паралипоминон, 23-я глава с 19 по 21 стихи. И поставил он привратников у ворот дома Господня, чтобы не мог входить нечистый почему-нибудь. Вот что делал Давид. Поставил привратников и взял начальников сотен и вельмож и начальствующих в народе и весь народ земли и проводил царя из дома Господня и прошли через верхние ворота в дом царский и посадили царя на царский престол и веселился весь народ земли и город успокоился. Посмотрите, поставил привратников, через ворота провели царя, посадили и город успокоился. Вот по сути, что нам необходимо сделать в нашем городе, это позвать сюда как царя Иисуса Христа. У нас, слава Богу, друзья, есть очень хорошие вершины, которые уже, так скажем, правильные имеют положение. Это как раз основание нашего города Петропавловская крепость, где на вершине ангел с мечом и, вернее, не с мечом, с крестом, и в отношении Александрийского столба. Там тоже ангел с крестом. То есть у нас, в общем-то, вершины есть божественные в центре города и в основании города. Нам надо только это возвратить и на остальные тоже части города. Поэтому поставить привратников ангела привратника с вращающимся мечом Божьим, чтобы он сюда ничто нечистое не пускал. Это, друзья, важно и в отношении терроризма, потому что кто из вас на ночных молитвах присутствует, то мы это делали неоднократно, когда только давал Господь знать хотя бы какую-то малость того, что есть это, что терроризм может каким-то образом приходить в город, то мы утверждали и в отношении ангелов, мы сюда не пускали терроризм и чтобы ангелы это проследили. И по сути дела вы знаете, вы свидетели того, что до сих пор Петербург слава Богу спокоен. Это у нас в ноябре будет? Еще, друзья, что сегодня нам важно отметить, значит, мы заканчиваем сейчас поворотом. С учетом того, что многие колдуны работают около ворот, то, соответственно, оккультный дух очень часто работает у ворот, а значит на вокзалах. Вот почему столько обмана на вокзалах. Цыгане, лохотроны, вот почему. Колдуны уже там поработали, атмосферу зарядили. И поэтому человек, который туда приехал, только вроде ступил на площадь, а уже попал под какой-то туман. И ничего понять не можно, что с ним произошло. А его легко-легко обвести, потому что они потом на этой территории хорошо орудуют. Поэтому, когда мы это знаем, то оккультный мир, а кто из вас был на первом занятии, то мы говорили несколько категорий духов, четыре в частности, и дракон, это как раз оккультный мир, который надо там уничтожить, дух дракона и парализовать его действия. Оккультного мира. Высоты, которые мы называли пятым пунктом, седьмым у нас пойдут высоты построением. Вот в частности обелиск, который мы говорили, это как раз относится к седьмому пункту. Высоты, как башни, столбы, обелиски и теле башни. Вот это те высоты, которые тоже имеют место в городах, и они имеют определенную посвященность. Что касается теле башни, это дух, который там сегодня работает в основном связан с ложью, то есть очень много лжи, которые распространяются через информацию. Ну и соответственно по программам мы можем видеть, какие еще проникают развратные духи и азартные и так далее, которые проникают через экран. Поэтому соответственно все, что мы видим сейчас на экране это действия духовного мира, которые мы имеем право парализовать на башне телевизионной. Соответственно если говорить о молитве против этого духа, то для тех, кто там живет рядышком, рекомендую тоже собраться в такой отрядик и действовать совместно, чтобы получить хороший результат. Но я не буду здесь говорить об этом много, в общем-то о высотах мы уже поговорили. Водоемы это восьмой пункт водоемы. Опять же много колдовства и различных манипуляций проводится у воды. Мы уже сегодня говорили, что Господь Бог, Дух Его носился над водой. Это пример творения. А коль дьявол ничего не творит, а он только имеет определенную потребность это все копировать. Поэтому он копирует действия над водой, которые каким-либо образом возможно заразить, он обязательно это будет применять. Поэтому вода это то место, где обязательно нужно произносить благословение для всех жителей города. Когда бы вы не оказывались у различных вод, это пруд, это озера, это реки, это каналы, это основная река наша, либо это финский залив, Ладога, где бы вы ни были, около воды всегда произносите добрые слова разрушения нечистых всех действий и наоборот благословения на воде. чтобы это как информация распространялась по всем регионам. Самое первое, из чего Господь дал задание молиться за город, когда Он предложил нам осветить воду в Неве. Я уже вам говорила, что информация, которая мне пришла несколько позже, не несколько, а можно сказать пять лет спустя, или четыре с половиной, когда мы уже совершили эту молитву, и потом я узнала от депутата нашего уважаемого, что теракт, который готовился на Петербург, он был связан с водой. Хотели заразить воду в реке Нева, чтобы тем самым отравить наибольшее количество жителей Петербурга. И так как они знали этот план, но не нашли средств, чтобы противодействие построить, как он сказал, мы писали губернатору, но нам ничего не выделили, поэтому мы ничего и не предприняли. То представьте себе, власть, которая должна отвечать за нашу безопасность. Они узнали об опасности, но ничего не предприняли. Но есть на небе Бог, и Он живой. И Он сказал, первое, что сделаете, осветите воду, поставьте мою защиту на эту воду. Мы это сделали, просто послушали, сделали, хотя еще никто нам не говорил, как это делать, кроме Бога, потому что Господь показал еще и как сделать. И потом, спустя годы, я узнала, что готовилось. Поэтому, друзья, для нас это все серьезно. И когда мы читаем такие места Писания, как Екклесиаст, 11 глава, то мы можем не всегда понимать, о чем идет речь. Хотя, безусловно, тут образный язык, а коль он образный, то он может быть в нескольких гранях применен. Екклесиаст, 11 глава, с первого стиха. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Вот о чем идет речь. Когда ты подошел к воде, у тебя в устах есть хлеб. Пусти его по водам. Скажи что-то, потому что ты когда-то эту воду будешь пить. И она к тебе возвратится. Она придет к тебе с доброй информацией. И Господь работает над водой посредством нашего слова, потому что Дух Божий носился над водой. Это его принцип, начало творения. Все начиналось с воды. И когда он носился, он стал произносить. Хаос был кругом, но он стал произносить слова и все стало выстраиваться в порядок, потому что вода получала информацию. И когда мы сегодня проходим мимо воды и кто-то продолжает там говорить какие-то скверные слова, либо еще может быть просто какая-то между собой недомолвка и тут же она произносится над водой. То есть будьте всегда внимательны и осторожны. что вы делаете, что вы говорите. Вы знаете, даже тогда, когда в Японии проводили один эксперимент, у них озеро, которое было как лакмастовый такой кусочек бумаги, так и у них это озеро, говорящее о экологии всей воды. Если это озеро начинает зеленеть, то все, вода вся в Японии становится очень плохой. И поэтому они так внимательно, как бы мы за Байкалом наблюдали, так они наблюдают вот за этим озером. И вдруг оно так зацвело, что в общем-то это стало бедствием экологически. Тогда они собрали всех конфессий людей, которые там только присутствовали, вернее даже не конфессий религий, но у них там своя направленность, но как бы там ни было, они пришли с добрым словом. И стали в течение 15 минут они хором говорили несколько тысяч людей добрые слова в адрес этого озера. 15 минут тысячи людей и зелень исчезла. Причем когда стали исследовать потом в научных лабораториях, они были потрясены. Как за такой короткий срок могла уйти эта плесень с воды? И она стала чище, чем прежде. И это уже сегодня так скажем факт известный, который напечатан в публикациях. Мы сегодня имеем живого Бога, Творца неба и земли. И он говорит пускай свой хлеб по водам. Мы это считаем каждый раз, когда открываем Библию. Но могли говорить да я не знаю, что это такое. А может быть кто-то видел одну грань, что да, надо что-то делать доброе, к тебе это вернется. Это тоже грань сия тут присутствует. Но есть и буквальный смысл. Ты пускай хлеб по водам. У тебя есть слово в устах и ты его не удержи. У тебя есть доброе слово, скажи его. Не думай, что оно такое бесполезное. А тем более, когда мы можем оказываться где-то на водных берегах и группой людей. Пойте прекрасные песни в адрес этой же воды. Вот Марина свидетель того, как мы пели одну песню на Ладоге и где Нева как раз только вытекает из Ладоги. И произнесла просто сначала слово, что здесь будет много рыбы. И потом запели песню Господь, ты пастырь мой. И пока мы пели, я обернулась к этой воде. Буквально прошло несколько секунд и там мальков целая туча. Вот буквально к нашим ногам. Откуда они там прибились, непонятно. До этого была просто чистая вода. Это май месяц. Первое мая было. То есть, казалось бы, еще вода такая, холодный снег, вернее, лед шел по воде. А вот здесь, прямо около наших ног, целая стая мальков. Я только сказала, в рыбы будет весьма много. Хлеб по водам, друзья. Сила слова, оно не приходит просто так. Это тренировка, это постоянство, это понимание того, что ты говоришь. Я очень хочу, чтобы у каждого из вас было сильное слово, но на добро. Потому что ведь исполняться будет каждое слово, это тоже помните. Скажите, вот сейчас оно пусть будет бессильным, а вот тут пусть будет сильным. Вот так не получится. Исполнится и то, когда оно в эмоциях сказано негативно даже в адрес любимых людей. А потом, ой, что ж я сказал? А слово вышло. Поэтому в этом и есть ответственность человека, который принимает вес слова. Тогда действительно каждое слово имеет уже продолжение и практику. Причем негативные слова это тоже своего рода хлеб, только уже суррогатный. И он тоже возвращается. Поэтому здесь будьте в этом смысле уверены, что она к вам придет. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. То есть здесь опять же идет речь и о физическом даянии, о материальном даянии и о духовном. Когда ты начинаешь что-то говорить, то говори, тебе кажется, лучше переговори доброго, чем не доскажи, когда ты около воды. То есть в этом смысле лучше дай и девять частей, а не восемь. То есть перебор пусть будет доброго у тебя высказанного. Когда облака будут полны, тогда они прольют на землю дождь. То есть тогда, когда мы это делаем, то мы наполняем этой влагой, ведь посмотрите, что происходит. Круговорот воды в природе. Мы говорим сейчас это слово над водой, над этой рекой или над каким-то водоемом. А потом это все поднимается в небо. И потом оно опускается на землю. Ты сказал здесь, а оно опустится у тебя на участке. И там у тебя хороший урожай будет. Потому что когда наполняются облака водой, они прольются на землю. Но ты продолжай говорить это доброе слово в адрес того, что тебя сегодня окружает. А это водные просторы. Еще один текст, который я хочу с вами рассмотреть, не так давно я его говорила с проповеди, это Иеремия, 51 глава. Что мы, кстати, тоже делали. Господь нас на это подвигал. Написать некие слова, суд над делами дьявола и опустить в реку Неву. У нас там бутылка плавает с 51 глава, с 61 стиха. И сказал Иеремия Сераи, когда ты придешь в Вавилон, то смотри, прочитай все сии речи и скажи, Господи, ты изрек о месте сем, что истребишь его так, что не останется в нем ни человека, ни скота. Но оно будет вечную пустыню. И когда окончишь чтение сей книги, привяжи к ней камень и брось ее в середину Ефрата. Информацию похорони в воде. Все. И потом она обязательно исполнится. Поэтому то же самое. Вы знаете, как есть кораблики мечты, которые дети пускают, да? Вот что-то типа того. Но тут уже со знанием дело, когда ты приходишь и говоришь, что ты хочешь видеть в этом городе, в этой стране. И этот хлеб по водам пускаешь. И говоришь, Господь, вот так будет, потому что ты так сказал, и у нас есть эта власть, у нас есть это право, выдаем эти посвятить тебе, чтобы они сейчас приняли информацию, а всю негативную информацию мы нейтрализуем. У нас сейчас есть очень уникальная возможность это сделать, пока еще не замерзла вода. потому что мы можем произнести это слово с тем, чтобы информация негативная вся была стерта, потому что в момент застывания информация стирается. Вот сейчас прямо произнести, что мы хотим, а когда лед будет, сойдет, то произносить опять же только благословение, потому что мы уже стерли негатив, а благословение мы можем туда привносить. Еще два момента, которые мы сейчас с вами назовем, по водам тоже можно говорить естественно больше. Мы знаем 28-й Псалом, который можете использовать для водоемов. Господь дает глаз свой над водами и его глаз имеет голос силы, то есть это 28-й Псалом и 67-й там в конце самые последние стихи 67-го Псалма. Девятое, на что нам надо обратить внимание, это на катастрофы и природные стихии, которые происходят в городе. Но я думаю, что для нас не будет секретом, что у нас является основным в Петербурге. Наводнение. Скажите, а сколько лет у нас уже его нет? По крайней мере, год назад были сводки, что наводнение, там поднимается вода, уже скоро будет до катастрофической отметки. И кто из вас помнит год или два назад, но это было прям в служении, когда утвердили, что этого не будет. И вода стала спадать. Вот это катастрофы, о которых надо тоже знать. И более того, есть причина, почему именно наводнение у нас в Петербурге. причина эта связана еще с основателем города Петром Первым. Она завязана на Венере, статуя Венеры, которая стоит у нас сейчас, если я не ошибаюсь, в Эрмитаже. Это подлинник, подобно сфинксам, который привезен, был сюда, но не цивильным путем, как обычно сюда приходили памятники, а очень необычным. В свое время его перевозили в какую-то другую страну, и корабль, на котором находилась эта Венера, затонул. Затонул в нейтральных водах. И Петр захотел достать эту статую, когда узнал, что она там в затонувшем виде, и привезти ее в Петербург. Священники предупреждали Петра и говорили, нельзя этого делать. Во-первых, это богиня, это идол. Священники в этом, слава Богу, разбирались. И они предупреждали, это опасно, привозить идол в столицу, которую ты сейчас только построил. Поэтому нельзя это делать, и тем более со дна моря, когда ты поднимешь с этой стихии, то есть, опять же, информационность такая, ты привезешь ее сюда. Если привезешь, мы тебя отлучим от церкви. Он пренебрег всеми предостережениями, не только привез ее сюда, а он поставил ее тогда еще в небольшом дворце, ну, по крайней мере, где сам жил, и заставил всех вельмож пройти мимо и поцеловать ей ноги, поклониться этой богине. В результате, как вы знаете, отчего погибает сам Петр? именно наводнение, в которое сам же получает воспаление легких, от которого умирает. То есть, он себе привез проблему. Мы можем опять говорить о случайностях, но это не случайности. Он достал со дна моря то, что было проклятием, и сам попал в эти воды. И до сих пор в основании города была положена эта статуя, и до сих пор мы имеем проблемы с наводнениями. Но сейчас, когда мы уже эту причину знаем и в ней совершали покаяние перед Богом, но чем больше людей об этом будет знать и осознанно покаяться, вообще эта проблема уйдет без следа. Даже не останется и следов. То есть, катастрофы, они тоже имеют причины. Просто так стихийные бедствия не приходят на местность. Это есть определенная закономерность, и в нее тоже важно проникать. И последнее, что нас должно интересовать в этой картографии, это подземные помещения. Все подземные ходы, пещеры, соответственно, тоннели, которые мы имеем в виде метро. Кто из вас замечал особенную атмосферу в метро? Ну вот рекомендую теперь специально на это обратить внимание. Когда спускаешься под землю, совершенно другой дух. Причем, это не вопрос давления, я имею в виду атмосферного, только. Это тоже может присутствовать, но в основном это духовная составляющая. Потому что преисподние места земли это дьявольские места. Я не говорю о том, что мы теперь там должны обходить метро, ездить только на транспорте по поверхностям. Конечно нет. А говорю о том, что место, куда ступят стопы ног наших, Господь обещал нам дать. Если мы сегодня имеем такое уникальное строение, как метро в нашем городе, освещайте его и благословляйте, чтобы там не оставалось тех нечистых духов, которые до сих пор имеют там место быть. У нас в христианской школе, когда один мальчик, я не помню уже каким образом он попал, у него кто-то из родственников работал в метро и брат, по-моему, двоюродный. И он его отвез ночью, когда не работало метро, отвез просто на такие так называемые тупиковые станции и где какие-то стены построены. И он говорит, там знаешь, странное очень явление есть, но я тебе привезу, может быть, ты скажешь мне, что это такое. Он потом пришел в школу и мне задает вопрос, а что там было? Потому что я это реально слышал. Стоны людей. Стоны людей. И это место под Лубянкой. Ну, вернее, у нас это не Лубянка, а вот это место на Чернышевской. То есть там, где убивали людей. И стоны до сих пор там есть. То есть это не чистый мир, это дух, который дает о себе знать. Поэтому, когда мы находимся в подземелье и когда мы опускаемся в пещеры, то имейте в виду, нужен Господь охраняющий. Нужна сила власти в словах, которые будете произносить. И никого я сейчас не хочу этим запугать. Как катались в метро, как ездили, так и ездите с миром. Только теперь вооружитесь знанием, что вы можете туда принести Царство Божье. Вы можете там утвердить это Царство. Вы можете там благословить ангелами то пространство, чтобы там наводился порядок, чтобы там эта нечисть, она вся была выметена. То есть, вот к чему я эти вещи говорю, друзья. Чтобы каждый был вооружен знанием. Когда вооружен, тогда и опасен для врага. Когда не вооружен, тогда как раз являешься мишенью. Тогда неуверенность, она приводит человека к отчаянию, потому что не понимает, что происходит. А ведь есть люди, которые так и не могут опуститься в метро. Они панически боятся спускаться туда. Это духовная зависимость. Именно потому, что там они реально начинают ощущать такое давление, которое их психика не выдерживает. И это то, чего человек с крепкой психикой не замечает. Либо замечает отчасти. У кого она уже имеет определенные, так скажем, движения в сторону слабости, то там ощущение более яркое. Поэтому, когда мы оказываемся где-то еще в пещерах, особенно кто ездит на такие поездки в Египет, спускаясь в пирамиды, там пещеры, будьте очень осторожны в таких экскурсиях. Без защиты вообще туда не ходить. и некоторые люди рассказывали сами по себе, что одна женщина мне говорит, до такой степени меня совершенно на пустом месте вдруг стало тошнить перед тем, как ехать на эту экскурсию. Я себя пересилила, я все-таки пошла и потом стала иметь проблему физическую. Здоровье не очень пошатнулось. Хотя был вот этот запрет, что называется, для нее, но не ходи, так тебе плохо уже, Господь позаботился, дает тебе этот знак. Нет, человек переступил, потом имел проблему. Поэтому я желаю, друзья, чтобы мы с вами были осторожны и внимательны. Духовный мир, он не за чертой где-то от нас. Он рядом с нами и нам надо реально быть защищенными и владеть ситуацией через владение знаниями. Опять же, если говорить о подземелье, то это часто место, где совершаются различные колдовские действия. Буквально коротко мы сейчас запишем тактику, а объяснять я ее буду уже в следующий раз. Через месяц, соответственно. Но чтобы у вас хоть какое-то было целостное восприятие, поэтому запишем некоторые пункты. Исповедание грехов. Если вы обнаружили в этой местности какое-то дело, сделанное нечистое раньше или в истории или сейчас, кровопролитие было и так далее. То есть, исповедание грехов за эту ситуацию пред Богом. Если это лично вас касается, то за себя. Если это касается вашего рода, то за род. То есть, покаяние в грехах. Это первый обязательный шаг. Причем, не зацикливайтесь на этом на часы, чтобы тоже не было здесь никакого обмана. Второе. После этого связать всякий дух в воздухе, на высотах, у ворот, у воды и так далее. То есть, где бы вы ни оказались, уже после этого можно связать нечистый дух, который здесь до этого управлял. То есть, через покаяние лишается легального права всякий территориальный дух, который там находился. Это я уже поподробнее объясню в следующий раз. Третье. призвать огонь Святого Духа для очищения этого места. Призвать огонь Духа Святого для очищения этого места. Призвать ангелов, как я уже говорила, поставить привратников. И, кстати, сказать, имейте в виду, когда вы молитесь за воду, то есть ангел вод, поэтому вы можете его легко туда призывать. В откровении вы найдете ангела-источника и ангела вод. Поэтому можете его приглашать. У него своя водщина, у него свои есть под ним ангелы, которые работают над водой, но они двигаются по нашему слову. И следующее. Провозгласить Господа царем на этих высотах или у ворот и так далее или в городе. Провозгласить его царем. И следующее. Молиться о процветании, о покаянии, о преобразовании мышления и о пробуждении. То есть это уже благословение. Молиться о позитиве, о процветании, покаянии, о преобразовании мышления. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я хочу благословить этот народ, который сегодня вооружался Твоим знанием. Я верю, Боже, что Ты есть тот Бог, который знает, когда подавать нам манну, а когда подавать уже твердую пищу, чтобы Твой народ мог быть действительно крепок и мужествен. Я хочу благословить каждого зрелостью. Зрелостью воина, способностью понимать, что и когда надлежит делать в России, в данной стране и в данном городе. Я благодарю Тебя, что мы сегодня уже можем говорить «Город да будет взят со всех сторон». Во имя Иисуса Христа я благословляю Тебя, Санкт-Петербург. Тебе надлежит преобразование принять Аду Господа. Тебе надлежит преобразование принять из уст тех, которые будут говорить это слово, и оно начнет работать. Я благодарю Тебя, что у нас есть сегодня это право, у нас есть сегодня эта возможность говорить и словом творить, потому что Ты стоишь как первосвященник исповедания за каждым словом, произнесенным в вере и в уповании. Я хочу благословить каждого пониманием того, кто есть Царь в нашей жизни, что Ты есть Господь сил, Ты есть Господь Саваоф, Ты есть Господь правды, Ты есть Господь устроитель. И я благословляю Тебя с этими именами. Я не согласна больше делить территорию ни с каким нечистым территориальным духом. Я не согласна больше разделять ее с историей, которая была порабощена нечистотой. Во имя Иисуса Христа, если ты открываешь на это глаза, то ты даешь на это и возможность реализовать всякое знание, поданное Тобой. И я верю, Господи, что та армия, которая сегодня поднимается, она научит также и других людей подниматься рядом, вставать в проломе и за свой город стоять, стоять с сердцем, стоять устами веры, стоять исповеданием согласия. И я благодарю Тебя, что во всем этом Твоя благодать, она научит нас полезному. Я хочу помолиться Тебе за каждого, кто сегодня оказывается под давлением вражеских стрел, дай выдержать любой натиск, дай выстоять и наступить на вые врага, так, чтобы в каждом человеке была новая взятая высота, чтобы каждый мог новый рубеж покорить для Твоей славы и для своей опытности, которая будет важна и нужна для этого духовного мира, которому можно показать уже эти победы над медведем, победы над львами, чтобы Голиаф также был поражен. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя за это право молиться, за это право утвердить Твои возможности на нашей земле. Благословен Ты, Господи, благословены Твои дела, благословены Твои планы и Твои намерения. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа яви нам свой образ, яви нам свое могущество, яви нам свою славу в том, что город будет преображен, что земля, она узнает, что Господь сказал слово свое, поэтому она даст свой плод. И то, чему надо явиться сегодня как истине от земли, да явится она так, чтобы правда она проникала с небес на землю, так, чтобы плод он не задержался. Я прошу Тебя об этом, Господи. Я благодарю Тебя, что сегодня Санкт-Петербург привлекает внимание многих политиков, многих бизнесменов, и не только в этом городе и в стране мы сегодня видим преобразование, но с разных мест взоры обращены сюда, потому что Ты делаешь это эпицентром своей битвы, потому что Ты делаешь это началом своего плацдарма, который будет распространяться по всей стране. И мы сегодня утверждаем это слово, ибо день, Господи, наступил, ибо время Божье для действия, оно поимело свое начало. Я благодарю Тебя за это, Господь. Я благодарю Тебя, что армия Твоя, она возрастает. Я желаю, чтобы пришла зрелость в понимании, пришла твердость в действии, и пришел результат от Твоей верности. Да будет каждый защищен в домах своих, в семьях своих, да будет каждый иметь победы на личном уровне. И я благодарю Тебя, Господи, благодарю Тебя, потому что все, что Ты давал сегодня говорить, я верю, что оно будет, как так же хлебом, пущенным по водам, хлебом, пущенным по атмосфере, по воздуху. Во имя Иисуса Христа, ангела, обеспечьте, чтобы это, как трубный царский звук, прошел до края земли и проник в сердца людей, производил перемены в умах и сердцах, производил перемены в отношениях, и производил перемены в атмосфере и в воде. Я благодарю Тебя, Господи, что никакой идол в этом городе не устоит. Мы не излагаем все эти источники дьявольские и засыпаем их прямо сейчас. Объявляем, чтобы ангелы это сделали и были засыпаны все источники, от которых питался нечистый мир, чтобы блокада для него, она была реальной и до конца. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты эту молитву принял как молитву силы и власти, как молитву веры и молитву, которая приводит к результату действия самого Бога. Благодарю Тебя за это, Господь. Да будет имя Твое благословенно во имя Иисуса Христа. Аминь.